Почему эта тема? Да потому что большинство из нас по-прежнему, и, кстати, я в том числе, даже если очень неплохо занимаются и разбираются со своей осознанностью, с пониманием того, что ответственность вся принадлежит мне, так или иначе мы постоянно контактируем с другими людьми, находимся в каких-то окружениях, и очень часто это разные окружения. Например, у нас есть окружение, которое мы сами для себя создали, это наши близкие, это наши друзья, и мы чувствуем себя там комфортно, например, в этом окружении. Но в то же время мы постоянно с вами контактируем с другими людьми. Если вы вводите ребенка в школу, то у вас есть там какое-то окружение, коллектив мамы и учителя, если вы вводите детей на гимнастику, как я, на танцы, там тоже везде есть свой круг, свое какое-то окружение людей, у которых есть общие интересы. И где бы мы с вами ни находились, мы попадаем в какие-то определенные круги. И вот, например, вы можете быть в каком-то, вот я, да, например, имею некий определенный свой статус, вы знаете меня как Олью Юрмилову, которая занимается, у которой есть рерайтер жизни, которая занимается осознанностью, которая помогает другим людям изменять жизнь, и разбираться с тем, как наши мысли влияют на нашу реальность. И у вас есть мой некий образ. Но, когда я прихожу, например, в школу, где не знают Олю Юрмилову, я там просто мама, там, Алисы или Евы. Когда я попадаю в какое-нибудь другое окружение, может быть, меня там воспринимают как девушка, которая ездит на белом Порше. Попадаю еще в какое-то окружение, меня воспринимают там как девушка, которая там как-то одевается определенно, хорошо или нехорошо, и так далее. У каждого есть некий, из нас есть много ролей. И что интересно, мое личное наблюдение, это то, что когда мы находимся в своей роли, в своей привычной роли, в хорошем смысле этого слова, когда я делаю то, что я люблю, я себя определенно чувствую, я себя чувствую комфортно, уверенно, я знаю, что мне интересно, что мне неинтересно, я прекрасно могу себя вести, не теряться внутренне, внутри себя. Но когда я попадаю в коллектив, например, в школьный, это знают все мамы, в котором, например, начинают обсуждаться, какого бренда нужно завести воду, почему учитель говорит так или иначе, почему девочкам нужно носить кофточки зеленые или красные, я реально теряюсь. И мы начинаем выяснять, вот сдавать в школьный фонд класса 200 гривен или 300 гривен, я для примера сейчас говорю, ничего конкретного, я в этой ситуации теряюсь. На родительском собрании я самый потерянный человек, потому что я вообще не понимаю, что происходит, я не понимаю, почему мы тратим свое время на вот эти разговоры, я не понимаю, кому это на самом деле интересно, что вообще, для чего это все делается. И в этот момент моя личная роль и позиция теряются, потому что из Оли Ермиловой, у которой вот все очень четко, ясно и понятно, я оказываюсь частью коллектива, у которого сейчас совершенно другие интересы. И если я им скажу, ребят, вы сейчас гоните, вот встану и скажу так, как скажет Оля Ермилова, что вы вообще не на то тратите свое время, что гораздо проще заработать эти 100 гривен лишние в месяц, чем мы сейчас с вами сидим и 4 часа это все выясняем, я понимаю, что я в этот же момент становлюсь кем? Я становлюсь врагом, врагом этого коллектива. И у меня, что делать мне? Я должна либо сидеть и слушать всех, да, быть частью вот этого всего, я должна поменяться внутри. И у нас есть такая интересная особенность у всех людей, когда мы оказываемся, это как банка с огурцами, да, очень классный пример, когда мы там оказываемся, мы начинаем этим жить. Я прихожу домой и что начинаю делать? Начинаю рассказывать своему мужу, представляешь, нам надо сдавать 250 или 350, какого цвета кофточку. Он смотрит на меня и говорит, ты что Ермилова вообще крыша уехала, ты вообще о чем думаешь? И прелесть ситуации в том, что, например, когда мы погружаемся еще ненадолго в эту историю, там на часик, мы быстро переключаемся, но есть люди, которые в этом живут. Кто эти люди? Почему вы в какой-то период времени начинаете жить совершенно другой жизнью? Почему, вот тут вопрос такой, если вы замечаете за собой, что вы гораздо чаще живете в каких-то других коллективах их проблемами, нежели сосредотачиваетесь на том, чего хотите вы, это говорит о том, что вас нет. Это первый момент. Что значит вас нет? Я задавалась всегда вопросом, почему некоторые, например, люди становятся, начинают решать совершенно не свои вопросы и очень сильно этим увлекаются. Ну, опять-таки, детские коллективы – это лучший пример, да? Например, вы начинаете заниматься там сбором денег, становитесь старостой класса. Я еще раз не хочу никого обидеть, это не общий какой-то такой резюме, это пример. То есть, когда человек постоянно отдает свое время и живет чем-то другим, взамен не получая денег за это, не зная, что получая, я задавалась этим вопросом. Я поняла, что когда у человека нету своего какого-то вот туннельчика, по которому он идет, своей реализации в чем бы то ни было, он ищет возможность, где бы ему реализоваться в другом. И очень часто так бывает, особенно вот маминские коллективы – это частое достаточно явление, ну, наверное, потому что мам, да? Когда много людей, что такое секта? Секта – это группа людей, объединенные определенным интересом. И вот когда вот это большое количество людей, объединенные одним интересом, они начинают, им необходимо выработать какую-то свою внутреннюю историю. А что обсуждать, когда по сути обсуждать нечего? Значит, нужно обсуждать все. И таким образом рождается такая, знаете, вот история, где мы обсуждаем в школе носки, пуговицы, бренд воды, парты, все, вот все, что надо и не надо, что задали, почему не задали, какой учебник дали, почему его не дали, а точно ли нужно сдавать на эти прописи, а может быть не надо, а что делает школа для нас. То есть людям становится, это как вот если бы в бизнесе они так копали, или в своей работе, то они были бы офигенными. Люди начинают в это копаться. И как ни крути, это приобретает вот такую, знаете, живую историю. И эти живые истории есть повсюду, они складываются из каких-то людей. И вот вы, человек, которому, например, не имеет к этому отношения, если вы имеете к этому отношение, то подумайте об этом, почему вы имеете. И вот вы туда попадаете. Вы попадаете вот в эту историю, и в какой-то момент вы понимаете, что вы сидите и обсуждаете чью-то пуговицу. То есть ваши мысли вдруг, ваш жизненный путь, ваши цели, ваша реализация, ваша работа над собой вдруг резко уходят в то, что вы обсуждаете пуговицу, или в то, что вы обсуждаете то, что вообще никак на вашей жизни не отразится. Почему это происходит и что с этим делать? Но давайте, наверное, начнем с первого, почему это происходит. Я уже немножко объяснила, что с этим делать. Почему эта тема вообще родилась, потому что со мной это происходило по жизни. Если вы отстраиваетесь от всех, например, и говорите, знаете что, вы тут все говно, вы занимаетесь всякой дрянью, я не такая. Это не позиция, потому что, первое, вы становитесь врагом, во-вторых, почему это говно, если для людей это имеет важность? Это для вас не имеет важности, потому что, скорее всего, для вас имеет важность что-то другое, потому что вы где-то нашли место, где вы применяете и реализовываете себя. Для многих, например, женщин, вот этот момент материнства – это возможность реализации, в этом нет ничего плохого. Здесь история о том, что вы не хотите туда падать, вам не нравится, вы себя дискомфортно чувствуете, когда вы понимаете, что вы попали куда-то не туда. Что в этом случае делать в принципе? Во-первых, над любой такой ситуацией нужно подумать. Когда вы попадаете в ситуацию, где вы понимаете, что окружение каким-то образом в другом направлении мыслит, а вам с ним не надо существовать, важно вернуться к себе и задать себе такие вопросы. Что важно для меня? Чем я занимаюсь? Вообще. И каким образом вот это наше переплетение, когда мы переплетаемся, что я могу в этот момент делать? То есть первое, вот я, например, для себя решила, что важно эти контакты ограничивать. То есть себя не вести в ту среду, в которой тебе не то чтобы некомфортно, но которая не твоя, просто себя первая, не вести туда. То есть не пытаться быть как все. У нас есть такая типа история, знаете, как про родительское собрание. Ну как же я туда не пойду? Я страшно уважаю всех родителей, но я точно знаю, о чем там будет идти речь. И чаще всего я говорю главе нашего родительского комитета. Скажешь, сколько денег, я перечислю. Я совсем согласна, если что. Потому что я знаю, что у нас прекрасный глава родительского комитета. Я знаю замечательно, что она, например, все прекрасно понимает и знает. Она очень адекватная, но как глава родительского комитета, главе родительского комитета, ей, например, необходимо это все выслушивать. Мне же это не надо делать, зачем мне на это подписываться? Поэтому я просто сразу же перехожу к конечной точке. Это прекрасное решение, хочу я вам сказать. Второй момент. Важно, то есть для меня вот самым главным моментом является, сколько времени я должна в этом быть. Мы должны помнить, что мы самостоятельные люди. И нас никто нигде и никогда не принуждает в чем бы то ни было жить и находиться. Вот, например, многие мамы водят детей на кружки. И вот они приходят, на кружок посадили ребенка, и два часа пока идет кружок, или три, а в некоторых случаях четыре, они сидят зачем-то под дверью, потому что не знают, чем заняться. И бывают такие периоды, когда вы становитесь такой мамой. Ну, как-то так случилось и произошло. И я замечала, у меня были такие моменты, когда я, например, отвозила ребенка на индив на один час и была под дверью. Я замечала, что люди группируются и начинают что-то обсуждать. Как правило, тема выбирается какая-то такая общая, совершенно не несущая. Это не связано с осознанностью мышления, с тем, как улучшить жизнь. Нет, это, как правило, какое-то вот обмусоливание проблем. Чего бы то ни было, вот люди берут что-то меленькое, понятное всем. А, давайте поговорим о тряпке, давайте поговорим о тряпке. Как труют зеркала, как чихают, коронавирус – отличная тема. Чего делать? Во-первых, важно понимать, опять-таки, как вы любое время, которое у вас есть, можете использовать для себя, если вы в такую ситуацию попадаете. Чем вы можете заняться? У меня всегда есть книжка, всегда есть аудио, но мне проще, у меня и бизнес, и проекты все в онлайне. Я всегда захожу в это время в чат, или иду, снимаю видео, или смотрю какое-то видео, которое я хотела. То есть важно понимать, чем я буду это время свое занимать. Это очень важный момент, потому что в этот момент вы делаете выбор, что я должна, например, о чем я всегда помню. Я помню очень хорошо, что то, о чем я говорю, и то, о чем я думаю, это, пожалуй, главное, что я хочу вам сказать, это создает определенную вибрацию, магнетическое поле, которое затем притянет ко мне ряд ситуаций и обстоятельств на этой же волне. Если у меня было раздражение, это притянет ко мне больше раздражения. Если я в этот момент на кого-то начала обижаться, это притянет ко мне еще больше обид и негатива. То есть я понимаю, что сейчас, поговорив на эти темы, я буду раздражена, я буду в деградации находить. Если я поговорю об этом минуту, ничего не случится. Но если я посижу в этом час-два, я просолюсь. Мало того, отврат будет в том, что вы потом об этом будете думать долго. То есть когда мы начинаем что-то обмусоливать, мы же приносим это домой. Что происходит? Наше магнетическое поле начинает разрастаться. Мы должны помнить, что наши мысли, которые создают вот эти вибрации, они притягивают к нам в жизни ситуации и обстоятельства дальнейшие. А что это означает? Это означает, что на следующий день последует продолжение вашего сегодняшнего дня. Продолжение в виде каких-то негативных историй. И вас, вы как будто бы, если вы смотрели мое видео про вагончики, вас никто не спрашивая пересадил в другой вагончик. Вы ехали в своем вагончике, потом высунулись из окна, начали говорить на другие темы, и вы не заметили, как вы рельсами, сели на рельсы и поехали в другую сторону. И вот вы уже куда-то, у вас уже все, совершенно другая проблематика, другое, что-то произошло. Вы включаете мой эфир и говорите, ёпсюль, точно. Я же думала об осознанности, я же думала об изменениях, я же думала, меня унесло. Речь сейчас, я про маму сказала, как для сравнения, речь сейчас идет о чем угодно. Есть такие коллективы на работе, есть такие коллективы, уж простите, дома, когда вы приходите, и это ваша семья, это ваши бабушки, дедушки, мамы, папы. Есть такие коллективы в виде ваших друзей, когда вы уже начали двигаться в другом направлении, но встречаясь со своими друзьями, вы начинаете снова что-то обсуждать, возвращаясь, и снова откатываетесь. И я говорю вам о том, что очень важно в этот момент задать себе вопрос, почему я это делаю и зачем, понимаю ли я, что сейчас, находясь вот здесь час, это как пожрать на ночь торт. То есть задать себе вопрос, хочу ли я утром проснуться и увидеть, что неделя моих тренировок заплыла, потому что сахар моментально, он у вас, если вы сушитесь, он у вас моментально, вы становитесь более округлым, у вас приобретаются вот эти все дела, вот сразу видно, что я вчера съела пахлаву какую-то. То есть важно задать себе этот вопрос и напомнить, не страдать, что, ну как бы я неправильный, не бояться, что о вас подумают. Давайте перейдем ко второй части. Как мне себя повести, чтобы обо мне не подумали плохо? Вот есть какой-то коллектив, будем смотреть на ваших друзей, у них там какая-то движуха, они чем-то живут, у вас есть своя жизнь, у вас есть своя работа, вы над собой работаете, у вас есть свои цели, планы и мечты. И вот вы с этим коллективом соприкасаетесь, вас позвали на общий день рождения к вашей подруге. Вы пришли и чувствуете, как этот коллектив чем-то живет тем, вы знаете, он всегда живет одним и тем же. Что вам в этом случае делать? Первое. Вы можете с ними сесть, начать болтать и включиться эмоционально. Как только вы эмоционально включились, у вас отключается ваш канал, вы не можете на двух каналах быть одновременно. Вы начали этим жить. Еще раз. Когда мы нажимаем на кнопку и начинаем о чем-то активно думать, эти мысли нельзя выключить быстро. Ну то есть оно как бы можно, но у нас не получается, оно нас захватывает. Почему, например, нельзя читать какие-то негативные новости, какие-то ситуации, там, как что-то произошло, потому что волей-неволей вы начинаете жить этим. И когда вы начинаете этим жить, ваша, вот у вас радиоволна внутри, она изменилась. У вас с рэпчика шансончик пошел, понимаете, и вы не можете его быстро переключить. И у вас еще несколько дней, минимум, после того, как вы его выключите, пойдет шансончик. Вы будете получать отголоски. Вы думаете, блин, ну сегодня же классный день, я ничего плохого не делал, почему у меня сегодня плохо? Потому что у нас немножко с опозданием идет. Помните об этом, что это вас догоняет. Вот вы вчера позанимались всякой херней, сегодня ваша жизнь равна херня. Оно со вчера пришло. Поэтому, первое, вы это осознаете, вы себе напоминаете, когда вы идете на день рождения, что мне эти темы не сильно интересны. Мне эти темы не очень интересны. Я не хочу этим жить. Поэтому я покиваю головой, я улыбнусь, я буду вести себя хорошо, но с кем я там могу общаться? Маша. Точно, есть Маша. Я с Машей хотела поговорить как раз по какому-то проекту. Или я хотела у Маши узнать. Сразу же найдите и вспомните, с кем вы можете общаться на какие-то другие темы, которые вам интересны. Всегда есть в коллективе какой-то человек, который вам интересен. Всегда есть что-то, на что вы можете обратить внимание. Либо возьмите на себя какую-то роль. Лучше вы будете помогать по кухне, или лучше вы будете, не знаю, с официантом общаться, или лучше вы будете в этот вечер слушать музыку. Важно понять, что вы будете в этом делать. И максимально, насколько это возможно, не позволяйте себе находиться в чем-то долго. То есть всегда, даже если, например, вот у меня есть такие моменты, соревнования детские, и мне нужно уехать на два или на три дня, а ребенок выступает один день. А так получается, что рекомендуют, например, чтобы приехать заранее, ля-ля-ля. Вот я всегда себе сейчас напоминаю. Я долгое время жила по правилам коллектива, что было в принципе правильно. Но потом я поняла, что я от этих правил страдаю. Страдает моя работа, страдает мое время, страдает мой ребенок, и самое главное, страдает моя психика. Мне очень дорого морально вот так вот отвлекаться. И я поняла, что очень важно делать то, о чем я говорю, быть эгоистом и понимать, что лучше для тебя. Мы не можем с вами жить по коллективным правилам. Ну, если мы развивающиеся личности, мы не можем жить по коллективным правилам, потому что нельзя всех объединить и сказать, всем так будет хорошо. Это вот как у нас, есть визуалы люди, да, которые глазами, есть аудиалы, есть еще хреново тучи всяких людей, да, есть люди, забыла, как-то, кинестетики, которые воспринимают все с помощью тактильных ощущений. Мы разные. И важно понимать, что мы не можем жить по общим правилам. Поэтому важно не быть жертвой, в которой вот ты делаешь как все. Ты же взрослый человек, ты можешь принимать решения как лучше тебе. Заметьте, раньше всех детей кормили одинаково. Сейчас говорят, у нас безглютенная диета, мой ребенок не ест это, этого, пожалуйста, моему не давай. Я в школу пришла, каждый родитель подошел к классной руководительнице и перечислил, что они делают с его ребенком. И он сказал, окей, раньше нас даже прививки не спрашивали, кого от наших родителей или нет. Завели все в кабинет, всем мантунок, клепали, все, кому-то стало плохо. О, значит, этому нельзя делать. Коллективизм уже как таковой отсутствует. Помните об этом. Помните о том, что людям удобно управлять коллективом, но вы не обязаны это делать. Давным-давно у нас в мире демократия. Давным-давно мы сами делаем какой-то выбор. Поэтому будьте взрослым человеком. И помните о том, что так живут все, потому что у них на это есть причины. И если люди живут, обсасывают и обсуждают какие-то высосанные из пальца проблемы или задачи, то только потому, что это им так нравится. Это не есть плохо. Это не значит, что они какие-то фу. Нет, они нормальные. Но если вам это не нравится, то это тоже нормально. И нормальные люди будут принимать и вашу нормальность. То есть мы разные, окей, как я тебе могу помочь, а как я тебе могу помочь. Я люблю читать про детективы, а я люблю фантастику. Все. Мы классные, мы любим читать, мы все любим своих детей, но мы разные, и нам не нужно друг с другом сравниваться. У нас все время вот это, знаете, внутреннее существует. О, Господи, как же я выйду? Как же, что же обо мне подумают? Из-за чего это происходит? Происходит это потому, что вы не знаете, кто вы. Происходит это потому, что вы себя не нашли. Вы не знаете, где ваше место. Вы не разобрались с тем, о чем вы думаете, что вы чувствуете, какие у вас личные желания, какое у вас личное видение на все это. Я, например, не считаю, что мой ребенок будет делать что-то лучше, если я с другими родителями буду постоянно это обсуждать. Там, как этот читает, а как этот читает, а давайте вместе подумаем, как же они читают, а вот этот, какая разница. Важно, что делает мой ребенок, даже не я. Мой ребенок. Бесполезно сидеть и это все обсусоливать и обмусоливать. Есть ваш ребенок, и у него есть определенный результат. То же самое касается и вас. Сколько бы мы ни обсуждали, что вот это хорошее, это хуже, это вот мне часто говорят, Ольга, почему у вас не миллион подписчиков? Вы же гораздо интереснее многих блогеров. Ну, что я вам могу сказать? Конечно, я с этим не могу не согласиться, но значит, эти люди сделали какие-то другие действия, больше действий, и у них есть этот миллион, есть только факт и результат, сколько у меня, сколько у них, чего бы то ни было. То есть, сидеть и обсуждать это, да, я же лучше их, о боже, я действительно, у меня же что-то интереснее, какая разница. Вот, часто говорят, как эти люди продают такой продукт, так много и так дорого, говорят, да, молодцы, а я вот сижу со своим, у меня же гораздо лучше, значит, они сделали что-то лучше. Вопрос не в том, чтобы сидеть и обсуждать, вопрос в действии, которые вы совершаете, и в итоге, в результате, который вы получаете. Потому что, как, знаете, часто вот я начинаю разбираться с теми же профилями, есть девочки, у которых я покупаю рекламу, миллионников, и ко мне приходит 300 подписчиков, а есть девочек, у которых 50 тысяч подписчиков, я покупаю рекламу, и ко мне приходят 2000 подписчиков. Вопрос в том, насколько там внутри все твердое. Вопрос далеко не всегда в каком бы то ни было количестве, хотя и это хорошо, но результат это всегда действие, а не обсуждение. Поэтому, но, но, важный момент, но обсуждение порождает и дает вам такой задел на действие, о чем я говорю еще раз, о том, что когда вы говорите о херне, вы херню и делаете по факту. Поэтому старайтесь на этом себя отсекать и задавать себе вопрос, какое вот значение имеет то, что я сейчас это обмусоливаю. находите свое дело жизни, свое занятие, свою реализацию. Не реализовывайтесь в пустой болтовне, потому что эта пустая болтовня ровным счетом ничего вам не даст, кроме того, что не раздует проблему. У меня в одном моменте был очень такой жесткий эмоциональный взрыв за последний период времени, связанный с моим ребенком. Я поняла, что он произошел прежде всего потому, что я пару дней окунула себя полностью на 90% в атмосферу этого. И мне за счет того, что я очень деятельная, у меня очень много энергии, я взорвалась в этом мыльном пузыре. То есть это тот случай, когда вы взрываетесь из-за мусорного ведра. Почему очень многих людей был жесткий откат в период карантина, пандемии, когда все закрыты дома? Потому что для вас любая проблема становится огромной, потому что весь дом это ваш мир. И там становится проблемой все. Когда вы все время на это смотрите, об этом думаете, это весь ваш мир, выйдите за пределы этого, подумайте, какое это значение вообще имеет. Знаете, когда вот мы начинаем иногда с Сережей ругаться дома, он говорит, ты, значит, там приготовила и муку не поставила на место. И вот, теперь страч. И я ему говорю, чувак, у тебя что вообще? Неужели все, неужели весь наш мир сошелся к нашей кухне и к муке? То есть, если мы ругаемся на тему муки, это значит, что у нас какой-то пиздосик происходит. Вот масштаб нашей жизни. Понимаете? Поэтому, боже, киевый прикольный комментарий пишите, читаю, смотрю. Поэтому не забывайте о главном, к чему вообще это все веду. Не забывайте о самом главном, что все наши проблемы из-за того, что мы не находим себя, мы не находим свой путь, мы не находим то, что нас питает, мы не знаем ответы на вопросы, чего мы хотим, мы не понимаем, куда нам развиваться, и мы берем все, что бросается нам под руки, а дети наши, это как раз то, на чем очень многие взрослые отыгрываются, потому что они берут ребенка и начинают его жизнью активно жить. Мало того, что они рассказывают этому ребенку, что постоянно делать, они дают оценку каждому его действию, ты молодец, это хорошо, это плохо, ты бестолочь, ты ленивый, постоянная оценка любому действию ребенка, я это тоже знаю, потому что если вы думаете, что я святая, нет, когда я оказываюсь в замкнутом пространстве, я тоже начинаю в какой-то момент ловить себя на том, что я вдруг становлюсь каким-то диктатором для своего ребенка, оставим детей в покое. Второе, ребенка отдали, есть новый коллектив, теперь в этом коллективе нужно что-то обсуждать, я вас умоляю, в следующий раз, когда вы захотите что-то обсудить в коллективе, обсудите что-то крутое, обсудите осознанность, обсудите реализацию, достаньте книжку «Квантовый воин», достаньте книжку Джина Кеха, я не знаю, посмотрите что-то, включите мое видео, обсудите, только не с плохой позиции, а что вы можете взять в этом хорошего, перестаньте заниматься фигней и сводить свою жизнь к уровню того, как все плохо, кто куда, когда пошел, что он сделал, сколько времени, это не имеет никакого отношения к вашей жизни, вообще, кто бы что не делал, к вам это не имеет никакого отношения, я вас умоляю, вспоминайте об этом, вспоминайте об этом, и находясь рядом вот с таким большим сообществом людей, группой, неважно, из пяти, десяти, ста человек, помните, что они объединены одним интересом, и если это не ваш интерес, вам не нужно к ним прилипать, не нужно, это не нужно казаться, что, бояться, показаться, что вы другой, да я вас умоляю, ну перестаньте, я когда разбиралась вот с этим с собой, простите, самый внешний вид, там мой спортивный костюм и моя рубашка, я так хожу, я постараюсь закрыться, чтобы вас не смущать, буду только турком, поймите вот эту простую штуку, что это ваша жизнь, и для того, чтобы вот это было крепче, для того, чтобы вы внутренне себя чувствовали уверенно, очень важно ежедневно работать над своей жизнью, ежедневно думать над этим, у меня сейчас, например, почему я взяла эту тему, одно из упражнений из ментальных практик, которое я делаю, называется размышления, я размышляю на тему в течение этой недели, размышляю на тему того, что я сама выбираю своё окружение, и меня никто не заставляет куда-то идти и что-то делать, и что при выборе окружения я должна понимать, что я выбираю не только окружение, но я выбираю мысли, которые у меня будут, потому что в этот момент находясь в этом окружении, я буду о чём-то думать. Это будет или очень хорошее и приятное для меня, либо это будет раздражающее, либо это будет никакое. В зависимости от того, что я буду думать, находясь в этом окружении, я буду формировать свою энергетическую паутину, которая будет затем притягивать ко мне что-то. Это точно так же, как еда. в зависимости от того, какую еду вы выберете на столе, зависит то, каким завтра будет ваше тело, как вы себя будете чувствовать, вы будете себе нравиться, и вы будете красивым, или вы наоборот поправитесь и не будете себе нравиться. Вот то же самое происходит и здесь. И я понимаю, что если сегодня я буду жить на уровне мусорника и обсуждать темы, которые мне неинтересны, ещё раз говорю, для многих людей то, что я говорю, неинтересно, это нормально. Это не история про то, что я классная, а не голимая. Нет. Это история про то, что подходит вам. Кто-то любит яйца, а кто-то не любит яйца. Для кого-то авокадо это вкусно, для кого-то это какашка. Это нормально. Вопрос о себе, о том, что мне подходит. Кто-то так оденется, а кто-то так никогда не оденется. Для кого-то белый цвет красивый, для кого-то белый цвет ужасный. Это норм. Поймите, что люди разные, и мы не можем и не должны их оценивать из себя с позиции «хорошо» или «плохо». Вот часто мне задают вопрос «это хорошо» или «плохо». Как это для вас? Вопрос в том, что если я понимаю, что я попала к секте людей, у которых другой интерес, они неплохие. Просто я не хочу сюда включаться, потому что то, что последует дальше, а я как осознанный человек понимаю, что каждая моя мысль имеет значение и имеет отношение к моей жизни, я не хочу потом получать вот эту реальность, которая за этим пойдёт. Потому что если я сегодня буду в мусорнике, завтра в моей жизни будет происходить билиберда, и я не буду понимать, что происходит, почему всё не по плану, почему всё сбивается. Да потому что мои антенки вот так сошли с ума, сошли с ума от обсуждения того, что мне было неинтересно. Но я же боялась показаться плохим человеком, да? Или я подумала, ну блин, надо расслабиться, я же не могу ни на какие другие темы говорить или думать. Почему? Никто не запретит мне поставить наушнички, никто не запретит мне уехать, уйти, и при этом не бояться, что я буду какой-то плохой. Не надо это делать. Поэтому соображайте и включайте свой мозг. Работайте над собой. Это самое ценное и самое важное, что мы можем с вами сделать. На этой чудесной ноте своего стамбульского эфира я смотрю за окно и хочу идти куда-то гулять. Я вам напоминаю о том, что у нас 1 октября стартует новый поток рерайтера жизни. У нас сейчас идут самые большие скидки на участие, и цена начинает расти и расти. Каждые несколько дней она будет подниматься вверх. Приходите на рерайтер жизни, на наш марафон, которым я научу вас. Первое, мы напишем книгу вашей жизни. Мы научимся с вами отвечать на вопрос, какую жизнь я хочу. Пока вы не знаете, кто вы, чего вы хотите и над чем вам работать, это как, знаете, найти картинку своего идеального тела. Вот у меня, например, в ванной висит картинка моего идеального тела. Когда я смотрю каждый день, какой пресс я хочу, какой я хочу быть, какой я хочу быть, и каждый день я подхожу к зеркалу и сверяю себя. То же самое у нас должно быть в голове. Мы не можем жить, ну, как бы вы не сможете получить крутой результат, не понимая, что для вас крутой результат. Жизнь – это такое строительство. Позавчера я вела на эту тему эфир и рассказывала вам о том, что жизнь – это ежедневная работа, ежедневные камушки, которые мы строим. И нам очень важно иметь дизайн-проект в своей голове. Вот «Ререйтер жизни» – это про это. Плюс второе – очень плавно и аккуратно в течение месяца вы также получаете видео, которые объясняют, дают вам ответы на очень многие вопросы. Вы учитесь работать со своими убеждениями негативными, вы учитесь понимать, что такое негативные убеждения, вы учитесь их менять, вы учитесь понимать, почему ваш голос внутренний все время что-то вам кричит. Очень-очень и очень много ответов на вопросы вы получаете. Поэтому я вас буду зазывать всегда, потому что это лучшее, что вы можете с собой сделать, и лучшее, что можете подарить себе. На этой замечательной ноте спасибо всем огромное, я обожаю. А «Марафон» только для жителей Украины? Нет. «Марафон» онлайн, «Марафон» у нас есть Австралия, Сибирь, Америка, Доминикана, у нас есть все страны. «Марафон» проходит в онлайн-формате, ссылочка на него есть у меня в профиле, зайдите и посмотрите. Обожаю вас, мои любимые рерайтовцы, за то, что вы пишете. У нас в пятом потоке клуба, вот сейчас стартовой клуб у нас есть, там есть у нас один мужчина, Евгений, и он настолько активно включился в процессы и начал людей зазывать в клуб, что люди некоторые начали мне писать, почему у нас такой активный продажник. У нас никогда не было ни одного продажника активного, и вообще моя позиция в мире продаж такова, что ты должен создавать такой продукт, чтобы люди сами хотели его купить, а те люди, которые его купили, с удовольствием и искренне его рекомендовали. И я вам безумно всем благодарна за то, что так все и происходит. Мне это очень приятно, потому что я помню, когда-то мы придумывали какие-то изощрения в бизнес-продуктах, как попросить, как сделать так, чтобы люди захотели. И я поняла, что самое ценное, что мы можем делать, это делать классный продукт, и тогда все будет происходить. Такая вот вам подсказочка для бизнеса. Поэтому я вам всем желаю замечательного дня. Помните о том, что вы являетесь хозяевами своей жизни, и что в тот момент, когда вас занесло куда-то, возвращайтесь и вспоминайте. Срочно надо посмотреть Оли на видео и куда-то унестись в другой мир. построить свои планы, жить своей жизнью, реализовываться. Это очень и очень важно. И самое главное, это интересно. Нет ничего в мире интереснее, нежели чем создавать себя. За этим мы и пришли. Обнимаю, целую. И до встречи в следующих эфирах. Ну и оставайтесь в сторис. Буду вам сегодня показывать, чем буду жить. Всем пока!